теперь следующие вот то есть имеется вот значит verification plan вот вот так написано здесь то есть верификационный план часто пишется видео просто excel спрятшита где указывается интересное сценарии каким образом эти сценарии будут тестироваться с помощью каких методов с помощью генерации случайных последовательностей с помощью на этом языке утверждений или же некоторые вещи будут тестировать сколько с помощью эмуляторов например если вы запускаете динокс то ясно что на симуляторе может запускаться месяц одно на эмуляторе за часы но вообще для каждого блока имеется такой верификационный план вот с вещами типа от самых простых то есть типа что на шине памяти задержки там там либо транзакции идут друг за другом то есть back to back либо происходит с поддержкой либо транзакции не в том порядке ответы не в том порядке в котором были сделаны запросы все эти сценарии нужно проверить вот на основе такого плана составляется составляется функция составляется функция это описание того что должно произойти после обеда вот и на основе этого делается тесты вот вот группы группы покрытия где например ну в самом простейшем случае говорится что за нашу симуляцию мы должны увидеть момент когда такой-то сигнал старт но эти группы покрытия реально могут быть довольно сложными то есть в этой группе покрытия можно писать что там что нам нужно за время моделирование видеть значение сигнала такого-то видеть все значения такого-то сигнала то есть например все типы запросов там и драйд там в кохе лент рид тушер там рид то овын типа вот самые разные типы запросов и более того мы их должны видеть только в таких-то условиях и только в комбинации таких вот и таких условиях например вот нам нужно то есть несколько типов там чтения и записи то есть если у нас имеется кластер с несколькими ядрами которые подсматривают в кэше друг друга вот то он может делать там чтение линии кэша для последующей записи то есть есть несколько типов там чтения там рид там рид там рид эксклюзив там рид шерк вот и так далее и нам нужно и значит одновременно нам нужно проверить скажем время ответа там там один два три четыре если ответ приходит сразу и в общем можно сделать с помощью этих кава разжес такую вот матрицу в которую проверить что мы были покрыли все эти случаи и потом просто посмотреть сколько процентов сколько процентов покрытия у нас есть имеется группа покрытия вот тут получается только самые простые случаи покрытия будем покрытие рассматривать более подробно вот и вот констрейнт рандом то есть мы вот делаем ограниченно случайные вариации интересных сценариев после чего с помощью групп покрытия проявляем что мы покрыли все случаи о которых мы думали все это это по поводу тех методологий которые мы поговорим больше после обеда теперь у нас есть формальная верификация проверка эквивалентности это группа математических алгоритмов вот так ну это то есть часть просто показывает что нам нужно также делать также верификацию против ошибок в синтезе стулах то есть есть специальная ошибка которая проверяет что после разных преобразований дизайна в синтезе стулах например после вставления там всяких этих последовательности для снятия текущего что у нас есть функциональная функциональность дизайна то есть есть тулы которые проверяют делают эквивалентс чек то есть их тоже относят к группе тулов демилификации когда они проявляют скорее не действие дизайнера то есть некоторых случаях для дизайнера важно знать что если он написал другую реализацию того же блока с более быстрым таймингом что его функциональность старая стажа с той же сад да вот какие делаются модификации проекта после чего нам нужно проверять с формальной с проверкой формальной эквивалентности вот и наконец есть аппаратная эмуляция после чего я это заканчиваю и продолжу после обеда в детали что что такое собственно эмулятор эмулятор это такое устройство которое которое раньше в 90-е годы в этот эмулятор айкос это делали специализированные эйсики которые работали как FPGA то есть на них можно тоже синтезировать верилок вот и они потом выполняли этот верилок быстрее на три порядка чем софтверный симулятор в то время то есть вместо то есть вместо того чтобы запустить там в древнее время в верилок excel можно бы купить эмулятор значит айкос или квиктерн то есть айкос стал частью ментор графикса квиктерн стал частью каденса вот или же вот этот и хотя для эмулятора компиляция вашего дизайна на верилоге можно вынимать часы вот но зато потом если у вас большой тест все будет работать в тысячу раз быстрее вот на это был построен бизнес вот айкос и квиктерн это сейчас продолжается в синопсисе в кредитном сервене на графиксе вот у меня есть значит приятель Лео Брухес который работал вначале в институте ИТМВТ вот потом работал в сан в сан амарклсисм в Силикануэли потом ушел в стартап Тарас дизайн что-то там Тарас это не от русского слова Тарас а от индусского Ти Эйч Тарас вот их потом купил Синопсис и они вместе с некой французской компанией которая сделала эмулятор на основании FPGA вот и вот Intel когда делает свои пенсиумы они используют эмулятор в которых можно загрузить весь процессор там стоит внутри куча FPGA то есть та же идея что с FPGA платами но студенческая FPGA плата стоит там 60 или 100 долларов а вот эти эмуляторы они вот коллективные эмуляторы стоили миллион или больше зиму стоит наверное сотни тысяч ну то есть речь идет о таких дорогих устройствах которые такой ящичек ящичек поменьше в которых находились либо custom ASIC либо находились FPGA вот но на них оно работает на частоте там несколько мегагерц вот а в реальной жизни там процессор на ASIC это гигагерц или больше то есть оно тут работает на два порядка медленнее чем значит ASIC в продакшене но это все равно на два порядка быстрее чем эмуляция программным способом поэтому на этой штуке может работать скажем Linux хотя и медленно вот также в эти эмуляторы внутрь вставляется synthesizable assertions то есть вы можете на вот этом языке concurrent property assertions специфицировать разные свойства дизайна после чего вы можете они превращаются в конечный автомат из которого вы можете делать вывод провода на внешний уровень и проверить что у вас не случился какой-то внутренний баг вот вот это такой способ который использует и который поддерживает например mentor graphics белочи эмулятор который сейчас старой частью симбинса вот этапы аппаратной эмуляции то есть у вас имеется исходная и ходная биология вот имеется компилятор вот по моему предприятию Лёни Брухес он работает в группе который пишет компилятор для этого эмулятора в пенопсисе вот и оно на нем работает да и за счет использования за счет использования эмуляции то есть как каким образом они продают эмуляторы что это все-таки дорогие устройства вот что за счет его использования вот уменьшается время выхода на рынок и вот именно из-за вот той кривой которую я показывал если вы выйдете на рынок вот чуть-чуть раньше то вы можете просто поручить от рынка больше денег вот именно из-за этого особенно в 90-е годы когда было очень много компаний занятых в верификации разного рода в них сильно вкладывали венчурные инвесторы сейчас сейчас меньше потому что это как бы стаканивость но это такая вот область которая вот в частности товарищи в МГУ вот они хотят ею заниматься потому что это алгоритмически интересная интеллектуальная область так аналоговую верификацию можете посмотреть эти слайды сами я про него говорить ничего не буду потому что я в этом не разбираюсь и никогда не пробовал все на этом мы это заканчиваем потом будет товарищ забыл мы наверное сделаем сейчас короткие перерывы потом вы начнете сейчас в принципе хватит хорошо хорошо ну какие-нибудь вопросы то есть что-нибудь такое это значит полезно хорошо поедете по сколько на экскурсию надо 12-10 туда идти как у нас же доклад а тогда просто доклад сдвинуть после экскурсии она идет с 12-30 до двух по городу а на один день только идет я не против сдвинуться хорошо тогда давайте сдвинемся на вторую половину дня вам надо прийти туда в 12-15 хотя бы заплатить хорошо тогда давайте пойдем на экскурсию ваш доклад сделаем после экскурсии почему потому что у нас там все равно на автобусе ну давайте сделаем она только одна старт 12-20 сказали собираться у них там где был партий конференция затянется на 2 часа позже обед у нас час как бы так получается после этого сколько начинаем где-то 20 с чем-то 2 сотня да то есть тогда уже после экскурсии давайте все до 2-30 нет нет а может сейчас 11-30 да 11-30 40 а 11-40 то есть сейчас доклад сделаем а потом а все тогда вот откуда я не расслышал это откуда я не расслышал Юрий помогал меня поставить после я могу их полчаса собираться а откуда я не расслышал а из МГУ могу рассказывать что у нас там вообще здесь а из МГУ откуда я я подозрел а с ложкиным я сам ММК заканчивал я просто не знаю какой тут да с ложкиным это то что вы делаете там в частности с этим с Марком сотрудничество да с Чикингом с Марком уже не сотрудничали нет я знаю что он ушел из университета он мечтал что бы там не только ушел на университет а он в другую область